Вчерашняя встреча, триумфатором которой стала команда Фурия, преподнесла нам очень много поводов для размышления. Никто не ожидал из наших аналитиков, что Фурия одержит победу над командой IntiZ, но в данный момент она отстает от команды Energy ровно на одну карту, а если она будет отставать на две, то в таком случае она уже в этот момент будет находиться в нижней сетке. Сейчас карта кэш, карта, которую ни одни, ни вторые еще на турнире ни разу не играли, и каким-то удивительным образом она у нас появилась. Нет, ну вообще, как бы, возможно, это тайная карточка в исполнении Фурии, поэтому можем и добротно 1-1. Почему тайная? Там 10 карт сыграно, 70% фигурейта. Нет, я думаю, что в рамках этого минора. А, в рамках этого минора, но там банились, и вряд ли кто-то бы рискнул играть кэш против Фурии. Но еще не рискнули? Не рискнули. Так Фурия рискнула тогда против Energy, здесь кэш, а не наоборот. В этом-то смысл весь. И там не самый лучший кэш у Energy, насколько я помню, 40% с копейками, не так много сыгранных матчей, и они были в основном сыграны где-то на ESRI Pro League. То есть там Best of 1, точнее, 2 Best of 1 сыгранных. Поэтому здесь как-то не знаю, чего ждать от Energy, но у них явно есть стрельба, вся эта здоровская идея. Вполне возможно, что где-то они кэш все-таки смогли подобрать или хотя бы разобрать моменты Фурии, потому что они явно ждали, что будет кэш против них сыгран. Чтобы вы понимали, друзья, насколько бразильцы берегли эту карту. Вчера в серии против IntiZ они сами забанили кэш во второй стадии, не оставили его на Decider, чтобы, видимо, не показывать, что они могут на этой карте. А зачем были карты раньше времени? Ну да, действительно. То есть Energy это, пожалуй, как раз тот самый соперник, на котором и самое время вскрывать заготовки. Друзья, коэффициенты от нашего партнера по рематч. Что? Это логично. Ну там и так были... Логично, но не 7 же. Да почему не 7? Energy фаворит матч. Они забрали свою карту. И сейчас, введя, значит, там 1-0, там и так коэффициенты были сумасшедшие до этого. Смотрю я, и мне так прям хочется. 100 рублей брать. Да-да-да. Кто это человек просто? Да, Олег. Ну он на стуле сидит на левом самом, понимаешь? А, это тот самый стул, о котором говорят? Да-да-да, это он. Страшные вещи там творятся. Вот этот стул, знаете, на нем происходило много всяких плохих вещей. Потом мы привели туда Толю, он сейчас очистился, и вот теперь там Олег. Ну ладно, давайте оценим примерные перспективы команд. И вот мы не можем рассуждать о команде Фурия. Единственное, что у нас есть, это информация, что за последние 3 месяца они сыграли 10 карт, 7 из них выиграли. Нет, почему? Мы можем рассуждать еще по факту, что произошло на Инферно. На Инферно произошел небольшой конфуз. Не хватило энергии Фурии, но они пытались вернуться в эту игру. Ну и я вот все равно склоняюсь к тому, чтобы первая карта была такая, значит, разминочная, а потом на второй, туда-сюда, а может быть даже и третья. Но это не точно. Нет, третья тоже вполне возможно, но нужно показывать игрокам из команды Фурия что-то прям невероятное. Потому что по факту энергии будут начинать за атаку. И стрельба у энергии есть. И там тоже может быть подобная половина, как на карте до Инферно. Что они за атаку начинают? А кто начинает на Кэша за защиту, скажи мне, только самый отпетый человек, который, например, является муспортом. Вопрос останется риторическим, мне нужны ваши предикшены. Я думаю 2-0 энергии. Хочется 1-1, но будет 2-0. Хочется 1-1, но будет 2-0, то же самое. Ну что, друзья, проверим, будет это или нет, переносимся на вторую карту. Ну что, сталкеры, готовы окунуться в четвертый энергоблок около Чернобыля на карте ДКэш юго-западного управления? Я думаю, эти ребята точно готовы, и они уже в процессе. Поскольку здесь у нас ребята из Фурии будут в защите, Энерджи будет атаковать. Ну и посмотрим, хранили ли заготовки команда Фурия, или же все-таки ничего нет. Давай Винни, не оставляет Бриди никакого шанса. Светлин вообще, в принципе, то же самое показывает. Юрий Иксиратов вдвоем против четверых, очень тяжело. Бомба, возможно, перетянется под Б, но при этом под Б, если что, есть Юрий, на железке вылетит. Что там? Что происходит? На Б, что происходит? На железке, да-да-да, конечно. Юрий не справляется, как же тяжело. Такая классная позиция была. Ну, Юрочка, ну, черт же возьми. Так прям хорошо можно было здесь сработать. И в итоге два против Фрейк, и у Депса есть флешка, если что. И он ее кинет, конечно, вот прямо сейчас, нет, не сейчас, чуть позже. Но, в общем, кинет. Да, Юра, Юра. А было бы неплохо, было бы очень неплохо для твоей команды, если бы ты забирал там в спину одного из игроков коллектива Энерджи. И было бы вам очень и очень намного, можно сказать, легче, нежели чем сейчас. Сирата, теперь вынуждены открываться. Есть информация по одному, есть еще по одному. Тянут время. Да. Просто тянут время. Еще один. Даже если пострелить первого команды Энерджи Спорт не получается, что, впрочем, по-моему, допущение с моей стороны, потому что получается. Разграют о всех. Спокойно потянули время, разобрали пистолет на раунд, что сделали Тим Эйс на пистолетке. То есть каждый забрал по своему фрагу в итоге, в общем, каждый по фрагу в итоге пять. Окей. Стоит, наверное, напомнить, что сильная сторона на ДКэш — это именно террористы. Все так. Да, поэтому... Ну и победитель на карте. Вы прекрасно понимаете, что Энерджи здесь тоже выступают фаворитами. Андердоги — это Фурия. И Фурия будет пытаться здесь вновь доказать нам, что они дошли до этой стадии турнира не случайно, но тут серг Итан, серг трипл, и Итан, соответственно, дабл. Вот так вот в два очка разобрали всю Фурию. Еще так. Давайте на раунд от команды. Фурия и Спортс будут сейчас пытаться возвращаться как можно яростнее, как можно быстрее. Три ауга. И для Абл-Джея... Потому что гранаты надо. Да, окей. Допустим. Три ауга, дорогие, друзья. Ну, посмотрим, как это повлияет на защиту. Фурия и Спортс. И побежали. Побежали, ребята. Винни. Уже пол-ХП практически теряет. Там 34-66 остается у него. Больше. Чем половина. О, да. Выход. Здесь нужно забирать себе боковод от. Да. Сколько пока вскрывает у нас здесь Винни? 4 в 5 ситуация. Фурия пока терпит меньшинство. О, арта тут закидывают всевозможными горящими баночками, как любит говорить Степсом Вайл. Да, в общем-то, я про баночки начал. Моду. Но молик уж, например, точно бутылка. Так, арт. На бочках под железками Аплента Юрий все-таки Бриза здесь добирает. Но опять время тянут команды энергии. То есть под бомбу расщепирились по всему Апленту. Попробую их выкурить. На кваде видел Айбл здесь сначала тень. Но все равно... Хотя да, все вообще-то забрали, между прочим, на кваде. Ну, дико здесь время идет. Но при этом... А, так они успеют. Все хорошо для команды Фьюрия. Они возьмут этот 20-й раунд, потеряв большинство против... Опять же, интересно, короче говоря, вышло. Это тот момент, пожалуй, когда вы слишком, наверное, далеко уходите с точки зрения защиты бомбы. То есть вот я только сказал, что прямо, вот это вот мое слово, да, расщепирились по всему Апленту. На Б такая же история была, но на Б поуже. А на А они так прям разбежались, что обратно уже защитить бомбу не получилось. Но зато все получилось у Фьюрия. И сделали они все хорошо. Правда, вот тут в очередном раунде Серк все-таки арта вновь закрывает. Но ХП остается у Серка. Филица живет, как говорится. Юрий не заходит. Прей там бы и закрывали-то вдвоем. Поэтому это неоправданная агрессия, если честно, от Фурии. Но принимайте вы спокойно. Вы забрали только что раунд. Чувствуете себя победителями. Но нет, решили поджать. И Серк до сих пор живет. Наверняка есть информация, что один из игроков очень красный. Поскольку был контакт. И 99% здоровья Серку сняли. Да, но будет ходить как вот одна хиповая туретка такая, передвигающаяся. То есть это все еще живой террорист. Это все еще игрок. Это все еще, кстати, Цветолин, который действительно отыгрывает очень хорошо. Поэтому для Фурии и Спортс это плохие новости. Реально плохие. То есть Серк может где-то на дальних рубежах там выйти. И действительно забрать каких-нибудь двоих вообще легко. При этом бомба через Хайвей будет выходить на А. Потому что на А планете все схвачено у команды НГ и Спортс. Единственное, что Винни здесь не схвачен. Потому что про Винни забыли. А Винни как раз делает свой килл. Но все равно бомба пойдет на Аксирата. И Бриза забрал на Б. То есть закрыть не получилось. В итоге 3 на 3. При том, что Серк-то, я напоминаю, далеко не выглядит полностью здоровым. Этот парень, Фагли, закрывает у нас Аксирата. Контроль. Все хорошо. Услышали тут еще и Винни. Итан 100% дал информацию, что на Мэйни тут у нас парень гуляет. Взад-вперед. Так что вы тут как бы его поконтролируйте. Эту позицию. Вот еще и Винни немножечко прилетела сбоку. Но не фатальный дэмэдж. И ребята вынуждены ретироваться. А Планта. Я об Энерджи и Спорт. Не ходят они у нас отсюда. Ну и это 3-1. Фурия вроде бы как начала приходить в себя. Но Энерджи снова говорят о том, что ребята, не расслабляйтесь раньше времени. Мы готовы к дакэшу. Да. Фурия нам показала на Дейнферно то, что при любых ситуациях они не тильтуют, как, например, их сотоварищи Инцы. То есть, да, там тумблер тык-тык вот туда-сюда. Причем вот в самое крайнее положение мы обалденная команда. До самого крайнего положения, господи Иисусе, что вообще они тут делают. Команда Фурия на свой уровень, спокойно, при любой вот, при любом ужасе, при счете, все равно вообще без тильта. Я не знаю как, почему здесь Итэн убивает Ксерата. Кстати говоря, увидел тени сперва, потом, соответственно, по оппоненту совершенно спокойно прошелся. С мини-шрауда на шрауд будет подсадка для Винни. Вот. Это команда Фурия. Молодцы, что так, с точки зрения морали, потому что морали это явно не последняя часть в контрастроенном, вообще в киброспортивной дисциплине, в принципе. И вообще в противостоянии здесь Эбл-Джей, и Серк разменял Эбл-Джей, Эбл-Джей забрал Итэна. Все же, на миду коннектор плюс мидл. 4 в 3. У Юрия там есть Дигал. Серк моментально вылетает, там флешечка была, он прям проскользил. Как перышко. С буста, и уже у нас в Вентруме под Бэплентон, Дабс. Подходит к этой позиции. Серк все контролирует. Все чекает. Бризи минус арт. Ситуация. В очередной раз очень хорошо складывает вся коллектива Энерджи. Дабс закрывает еще Юрия в Хевене. Винни остается один. Есть у него Аук, есть у него второй Армор, Киты, граната осколочная. Еще и граната зажигательная, уже Молотов. Так что этот парень, конечно, должен был тут все это добро засейвить. Это засейвит уж не то, чтобы за ним идет какая-то суперактивная охота. Ну вот мы видим то, что она идет. Просто без каких-то врывов. Методичный игрок команды Энерджи Спортс идет за потенциальным мертвецом. На самом деле, в контртеррористическом стане плечика будет видеть. Знаете, кто первый? Бум. Винни, видимо, потому что Бризи подгнулся не в ту сторону. Не то, чтобы плечико там, прям целая фигура выбежала. Да, да, да. И вот только я говорил про методичность, и Бризи такой, а, я нормально в этом углу, никого не может быть. А, потому что перед этим, когда он заходил в предбанник, да, так скажем, там он угол чекал вернее. Да, да, да. А тут решил, что... Ну, все такой, не, нормально все. Я все зачекал, все, что нужно, поставил. Пацаны тут чисто. Да, 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 да. Бум. Как вот в хороших фильмах. Хоррор каких-нибудь. Не пошло. Ну, бывает, ничего страшного. В любом случае, на раунд Энерджи забирают. Энерджи наращивают себе экономическую составляющую. Да, некоторые игроки умирают, но все равно по пять тысяч, по четыре, по шесть даже у некоторых. Так все хорошо. А вот у Фурии проблемы. Есть четыре пистолета и тот самый калаш от Винни, который его засейвил. Теперь тут сейчас еще и на густе у нас Винни, скорее всего, будет находиться. Если все-таки решаться. Только калаш. Подсадить. Все-таки, который он забрал. У мертвого своего оппонента. Бриз там не дочекал угол. И с пистолетами. И вы знаете, здесь вот юз без глушителя. Без саленсера. От господина Ксерато был интересный выбор. Бризи там Винни убил. В итоге и без калаша теперь остались ребята. Из команды защиты. Арт, конечно, не найдет. Здесь в общем-то совсем никого. Но Бриз очень близко. Но... Сейчас плечо Бризи увидит. Нет, нет, не увидит. Нет, не увидит. Бризи умрет, наверное, в ближайшее время. Очень интересно посмотреть. Тут даб страхует, поэтому... Нет, вот он умер. А, да. Ну, просто его там закусали. Их там было слишком много. Так плюс-минусы должно было произойти. Только Бризи теряют ребята из команды Energy Sports. Фюрия, ну, опять пока довольно скромный один раунд. Вот, все-таки темным кисточкам тяжело. Пока что. Пока сложно, но, опять же, на Inferno можно было сказать то же самое. Там-то вообще вражеский пик был, но все равно. Нашли в себе силы. Девять забрали, а тут должны удивлять. Должны показывать. Да, играют за слабую сторону, но нужно начать потихонечку набирать. Возьмут за контртеррористов ту же самую пятерочку, например, да? Да, то уже будет веселее намного за террористов им играть потом. Потому что, ну, если останутся вот так вот с одним раундом, то это печаль-беда. И, конечно, тут уже говорить о каком-то возвращении будет очень-очень тяжело, если это только не такая же команда Инс. Тумблер которой находится, наверное, у тренера. Да вообще, бахос, но это может быть. Там совершенно непонятно, что вообще происходит. Смог от Депса. Соответственно, ребята очень резво будут ли буститься, не будут. На E-main забегают. Нет вообще никаких бустов. Смог, опять же, под анти-рушевый, анти-кустовый, прошу прощения, молик от команды Фьюрия. Все довольно ровно. Здесь делают ребята из команды NRG. Опять же, все знают, все умеют, все хорошо. Да это и, более того, американская школа ДКШ. Но Винни, правда, на НБК взрывает Итана. И тут не все так просто, потому что еще второго, третьего, а четвертого, а четвертого, а четвертого. А, эй, что ли, да ладно, нет, все-таки, господи, как это было рядом-то? Рядом, слышишь? Винни, а куда мы идем? Мы идем убивать. И вот так этот парень сделал минус четыре. Отличная игра, отличная приемка от него. С тем самым Аугом. Да, реплей, пожалуйста. Красота-то какая. Как-то ты прям не фэмили-френдли. Вот это вот мы идем убивать. А Винни, знаешь, вот с такими глазами. На мясный комбинат. Нет, понимаешь, мы же говорим про игру. Ну, понятно, конечно. Поэтому тут в рамках игры все, так что все по закону. Ну вот, и Винни здесь сделал очень грамотный мув, который явно Energy, ну не то, чтобы в шутык поставил, кстати, Артур еще и по фагле делает минус. Красиво. Красиво, межастрян. Команда Energy Sport все так, как Алексей. И сказал, о, Аксирата. Ай-яй-яй, как и Тен был рядом, его маковка здесь вот так близко была. Аксирата его, конечно, будет закрывать. Потому что он все-таки маковку показал, Аксирата ее и ждал. Три человека в Energy Sport в тотальном здесь меньшинстве. Команда Атаки. У них есть точки зрения индивидуальной работы. Особенно у Бриззи в УСР, кстати говоря. Вот клатч, клатч-потенциал в первую очередь. Ну, а черт возьми, это ДКэш. Открытая пострелительная карта. Никаких каких-то супер закрытых углов. Никаких невероятно комплексных обманок. В три-четыре уровня абстракции. До самого последнего уровня, как в замечательном фильме Inception. Ничего такого. Поэтому предположительно на G будет очень тяжело. Пока все неплохо складывается в восьмом раунде. На карте ДКэш. У нас есть прочее коллег Сират. Они сразу убили. Но в любом случае, все-таки вот эту погрешность в виде этого игрока в миду уже устранили. Поэтому три в четыре. И, кстати говоря, на Inferno такие ситуации три в пять. Вот Сирк сейчас будет на контакт. Не выходи, Антоль. Чекай до конца. Хорошо. Юра. Юра. Молодец, Юра. Просто умничка. Минус два от него. Не подумайте ни в коем случае, что я топлю за фурию. Просто хочется увидеть конкурентноспособный конкурстрайк. Который всех, так скажем, приведет к тому, что мы сегодня с вами видим настоящую борьбу. Очередной раунд для фурии. Депс на мусоре погиб. Да. На вэплэнсе, конечно же. Три пять. Пауза для команды NRG. А вот теперь... Все так. А теперь АМП-ту бы вступить. Если честно. По-хорошему. Там денег нет, да? Или есть там деньги? Нет, там есть деньги. Там у NRG все хорошо с деньгами. Закуп будет. А там уж посмотрим после этого. Что все-таки будут демонстрировать нам ребятам из коллектива NRG. Опять же, фурии сейчас нужно забрать четвертый, чтобы экономическую составляющую подпортить. Энергичным ребятам. И там уже сравняться пять-пять. А это уже совсем другая история. Интересно. Показывают интересные вещи ребята из команды Фьюрия. Опять же, вот как важна моральная составляющая. Не забывайте писать нам в Твиттер, дорогие друзья. По хэштегу Мурхаб и CSGO. Соответственно, это важно. Мы вас ждем. Мы вас ждем, да? Может быть, именно ваши твиты попадут к нам в прямой эфир. Можете делать фоточки интересные какие-нибудь. Как вы смотрите эту трансляцию? Где вы ее смотрите? Давайте узнаем. На CSGO, конечно же. Где же еще? Да, ну можно смотреть еще где-либо. Нет, я понял, о чем ты. Ну да ладно. Три-пять пока что. Девятый рамп первой половины. Не видит Юрий и не будет пока что оппонента на токсике. Или же на солнышке смок летит под коннектор. Да, стандартно залетает. Нигде не стукается там, где не надо. Все ровно, красиво, хорошо по подготовке смоков на мидл, по крайней мере, команды NG Sports. Причем со всех сторон вообще всевозможные. Например, также залетает флешка под white box. Как же методично они открывают этот мил. Господи, еще в вентиляции, соответственно, молик. Потому что там действительно, может быть, человек все вообще сделали на миду. Вообще все, что можно и на NG Sports. Карт. Вот так нельзя промахиваться. Все делал грамотно. Все смотрел, все чекал. И вот промахнулся. Теперь смотри, что происходит. Твою команду немножечко бьют. И бьют, так скажем, сильные ребята. Тут твой опен-фраг был бы очень даже кстати. 2 в 4... 2 в 5 даже. Вру. Вруша. Вруша-гаврюша. Я, соответственно. 2 в 5 будет очень тяжело. Юрий падает от депса. И ярко все-таки промахивается в этом раунде. Все-таки, к сожалению, для него все подряд и теряет свою снайперскую винтовку. Сей господин. 3-6. Двойное преимущество счастья у команды NG Sports пока что на первой половине. Шестерка за атаку, во-первых, уже достаточно приятна. Во-вторых, коэффициент от нашего партнера париматч. Победитель на карте D. Кэш. 1.4 на 2.8. Соответственно, за черных кисточек. Ну, кстати, я вот сейчас прямо на сайте нахожусь. И там немножко... Ну, поменялся, соответственно, после того, как Energy взяли раунд. Там 1.3 он стал. Но суть не меняет. Вы сами прекрасно понимаете, что коэффициенты в лайве. Поэтому заходите, следите, пытайтесь поймать, если, соответственно, занимаетесь ставками. Мне тут тяжело пока что просчитать, что будут фьюри показывать. Будут показывать не тильт, очевидно. То есть я его здесь не вижу. Я вижу, что все более-менее прекрасно. То есть они проигрывают, а такие пацаны, встаем, идем дальше. Они проигрывают, а не такие пацаны, встаем, идем дальше. Арт не попадает, он такой, ему так, соответственно, мужик, встаем, нормально, все, идем дальше. То есть вот это хорошая сторона команды фьюри. С другой стороны, не подготовка ни в коем случае. Уровень команд. То есть NG Sports на полголовы-голову действительно выше. И они это показывают, причем почти в любых ситуациях. Иногда заливают, но нормально, в принципе, даже для всего США-региона. Если честно, это плюс-минус нормально. Сейчас он стал гораздо лучше, чем был раньше. Регион, я имею в виду, весь чуть поднялся. Это очень хорошо. За последний год или даже полтора, возможно. Итан против Серата. Чешка, правда, Серата. Сложность Чешки, все-таки. Не такой кучный спрей, как у Импинань, конечно же, ни в коем случае. Итан взрывает Эйбл Джея. На вейтбоксе это было сделано. И Серата, наверное, даже стоит вообще бежать отсюда. Ну, пока ребята вновь лидируют. Пока 5 в 4 ситуация. Потеряли Эйбл Джея, но тут Серата. Делают минус поблизи. И десятый раунд пока не ясно, как же закончится. 4 в 4 ситуация. Снова дроп с буста на мидл. Ребята ближе к бэтлам тут уже находятся. А тут будут встречать Юрий. Юра, промахиасно нельзя. Есть такое дело. Первый килл. Второй. Отлично. Кто-то как-то на ступой выходит. Ступой приходит Аст. Итан спокойно с Фомаса забирает депса. Итан сжигает Юрия. Да и неважно. Цех последний. Все вообще не имеет никакого значения. Да, молит под арт. Светалин, правда, огрызается. А вот теперь это действительно имеет какое-то значение. Светалин попал. Видел плечо. Забрал оппонента, потому что видел плечо. И теперь вопрос с фейком. Это все-таки Винни. Это не Серг. Винни сегодня хорош. Хорош. И еще продемонстрировал нам не только приемку хорошую, но еще и клач ситуацию. Но nice try, Серг, можно написать в чате, поскольку парень старался. Огрызался до последнего. Да, увидел плечо, как ты и сказал. Вот оно. Самое даже локоть, можно так сказать. Ах, Светалин, отличный фейк. Прям по ступням така на оверпассе на Б-планте в свое время. Давно-давно. Ну, классно же. Но нет, нет, не вышло Фьюри. Винни крутой. Фьюри играет раунд. Арт отлетает от Итана на ранних таймингах. В раунде номер один. Ой-ой-ой. А тут-то больше никто не контролирует Юру. Второй раз Юра творит чудеса невероятные. Просто с этой позиции еще одного забирает. Ну, остановить. Остановить просто Юру. Хотя Юре выходить пока еще никуда не надо. Минус первый, минус второй. Кстати, говорят, там денег-то может не хватить потом. NRG сейчас проигрывать будут. Да, но тут Дабс ловит. Есть такое дело. Куда ты с ножичком побежал? От Депса далеко не убежишь. А вот теперь проблемы. Бриззи будут устанавливать бомбу. Там у Юры 4% здоровья. А Эбл-Джей, понятное дело, с соткой. Но сложно, поскольку вот сейчас Фамос подбирает. Может быть, постабильнее немножко будет его стрельба. Закват бы зайти. Да, да, выходит закват Бриз. Депс становится у форклифта в угол. На железе Апланта находится Юрий. Прогоняют. Горит. Депс сгорит до упора. Пытается исправиться. Понятное, у него не получается. Депс отъезжает от железа Апланта. Бомба была нестандартной, не дефолт и поставлена. Собственно, под ящик около красного Юрий, во-первых, квадрокелл. Во-вторых, раунд за командой Фьюри. В-третьих, не совсем, по-моему. Там с деньгами все хорошо. Там плохо. Да, там плохо. Сейчас, может быть, даже мы увидим с тобой экономический раунд. Поскольку там 3-2-3-2-3. Я думаю, не будут закупаться Энерджи. Все-таки поставили бомбу. И это им дает возможность сейчас сделать эко. Да, так и есть. Там берут ЦЗ. Больше пока не вижу девайсов. Побегут. Может быть, сделают какой-то быстрый раунд сейчас. Сольют его, соответственно. А потом уже с более хорошей экономической составляющей на 13-й раунд выйдут. Например, там с АВП. Хотя, если хватит денег. Может, еще и поставят, кстати говоря. Вариантов моря. Собенно от Энерджи. Очень агрессивно играет. Его отпускает Энерджи Спортс или нет? Нет. Куда ты уходишь от нас? Нет, конечно же нет. Юрий Бриза взрывает. Но это окей. Нормально, все хорошо. Квадро забирает, дорогой друг. Почему бы и нет? Феталин последний от Юры отъезжает. Нет, не отъезжает. Я все собрал в Black LJ. Ну вот теперь, что там по деньгам. Кстати говоря, по-моему на ВП не хватит никому. Бомбу вот если бы ставили, да. Не поставили. Да, бомбу не поставили. Это небольшие проблемы для коллектива, который именует себя NRG Sports. И сейчас вынуждены будут с АК действовать. Берут паузу. Фагли тоже докупит АК 47 и будут пытаться этот раунд выиграть. У нас как раз в прошлой карте чат очень-очень рьяно и жарко обсуждал, как же произносить NRG. Как NRG, как NRG, как NRG. Я не знаю, какие еще NRG. Какие еще варианты есть. По-русски так, да? Пишите нам в Твиттер по хэштегам соответственно решетчика RUHAP, решетчика CSGO. Ваши варианты, допустим, или что-нибудь еще. И в общем-то все, что угодно. В пределах разумного, конечно. Без запрещенных штук. Дрюк. 6-6 счет. Команда Fury сравнивает счет, собственно. Пока улыбаются. Пока NRG смеются. А тут там и Бриззи. Говорит, что да, все, под контролем, ребят. Ну да, отдали. Но ничего страшного. Сейчас будем браться. Ну, хотя вот я говорил, что Fury... О, Сэрк. Погодите-ка, погодите. Тут на мейне у нас уже ликвидировали одно. Но тут есть Винни, который сегодня не чувствует. Просто NRG. О, там еще и Сэрк просекает. Еще Бриззи сейчас прогонит. Не дадут, точнее, зайти сразу. 5-4, но Сэрк просел. Ждут команда NRG. Причем пока полностью зависли, не показываются. Как будто их здесь нет. Гранаты не раскидывают. Ничего не делают. Ну и не стягивается отсюда Fury. Вот только сейчас Винни тут может зайти. Итан. Вот Сэрк должен прикрывать все это дело. Ну да. Ему помогает Итан. Это 5-2. В итоге... Юрий, Юра может! Юрий... Нет, не в этот раз. И БлДжей последний будет сейвить свой Юджи. Интересная история от NRG. В том плане, то что я думал, что получится у них или нет. Что произошло? Команда NRG встала под аплент и при первых столкновениях они такие «Не, мы как бы сюда не идем». И ничего не происходит. Они никого не оставляют. Как бы. Они не шумят, они не кидают гранаты. Команда Фурии Спорт «Может, там никого нет? Может, мы подожмем? Может, они готовятся кидать гранаты?» На самом деле нет. На самом деле они ждали поджимов. Это сработало. Минус 2. Раунд взят. Ну, в смысле минус 2. Заходят на аплент, там вычищают. Если надо вычищать... Заберут? Минус даб. Противауга, наверное, не так просто. После времени, но тут не важно. Нет, тут не важно. Да, это все-таки контратеррорист, и был джей, и два экзит-фрага, красавчик мужчина, все хорошо. Выбил два девайса, неплохо. 27,5 в тотал раунде нашего партнера париматч на андер 2.11, потому что париматч не верит, что это будет андер на ДКШ. Я с нашим букмейкером согласен. Реально. Должно быть плотно. Я прям не верю, должно быть плотно. Плотно, плотно. И должна быть здесь, конечно же, борьба и лютая заруба. Но пока только лишь 13 раундов мы посмотрели. 14 раунд на ваших экранах. У Фурии и Спорт, к сожалению, нет экономической составляющей. Деньги отсутствуют. Но есть заслевленный девайс от AppleJ. Это АУК. И, соответственно, тот АУК неплохо так подфаржил в следующем раунде. Есть информация, что это Афлэнд. Вини тут просто в смоках сжимают, убивают и не дают шанса даже выйти с позиции смоков. Ну и тут уже остальные ребята тоже идут на амбразуру. Сначала остается два выживших у команды в Фурии и Спортс. И что Ксерата не лез бы, потому что позиции нет. Что Эблджей вообще-то все еще засейвил бы свой ЮДжей, который не сработал в данном раунде. Потому что ни резона, ни позиции нет. Ксерата должен отвлечь на себя внимание и тянуть время как можно дольше, чтобы Эблджей жил. И в итоге Эблджей снимает одного тут шумок, а вот теперь текать села. Только как? Как с девятки уйти вообще? Он понимает, что очень сложно с девятки уйти, потому что со всех сторон жмут, и он понимает, что и на Б тоже прыгать нельзя, потому что жмут СБ. в итоге спускается с девяти, мало ли вдруг его забьют и угадывает по позиции в том плане то, что игрок команды Energy смотрел чисто на девятку, он даже не думал, что Эблджей спустится вниз. Хорошая работа с точки зрения экзитфрагирования. Но раунд все равно за команды Energy. А Эблджей пока дают, убивают. Почему нет? И из раунда в раунд сейвит свой АУК. АУК приносит свои плоды. Пока что он, да, понятное дело, что проигрывает, но это последний раунд первой половины. Опять же, я вам напомню, что Energy играет за сильную сторону на карте Дэкэш. Ну и в Куре, играя за слабую, в принципе, шесть раундов неплохо. Неплохо. Может дальше драться, кусаться, показывать Аскал и бороться, поскольку там еще и коговки, которые могут разрывать Energy в некоторых ситуациях. Например, когда Винни встречает их четверых под Аплентом и убивает их тут. Тут, конечно, списывать со счетов в Фуриу и Эспортс нельзя. Но Винни на подсадке. Да, все так. Наши раунды его подсадили, он встал прям близко в угол. Очень острый угол для команды Energy и Эспортс. Неудобный. Но при прочих равных есть варианты, заметить пятоньку. Винни, если быть очень-очень-очень дичайше внимательным и медленным при даке, вылезая с Эймейна. Это сделать очень сложно в том плане, потому что нет посылок, чтобы Energy и Эспортс типа так вылезали. Поэтому есть варианты, что Винни заберет одного или двоих. Если Energy побегут на А. Дело в том, что они все еще на Апленте, то есть они как бы делают ту же историю, типа стоят и ничего не происходит, только сейчас раскидывают гранаты и побегут прямо сейчас. Но надо подумать о Винни. О Винни в итоге некогда думать. Итан умирает. Арт забирает серка. Это все еще и Мэйн. Все подряд. Вообще Арт забирает еще Бризи. Винни забирает еще Фагли. Остается последний депс. Он забрал лишь Винни. И либо еще кого-нибудь, что для меня пока открытый вопрос, либо никого, как получилось прямо сейчас. Счет 7-8, дорогие друзья, на первой половине. И это максимально хорошо. Это максимально хорошо для коллектива Фурия, потому что, во-первых, я вам напомню, если вы только что присоединились к нашей трансляции, Фурия пока проигрывает в серии. Это 1-0. Energy забрали свой пик. Карту Инферно. Там не то, чтобы была борьба, но не прям вот в одну калитку. 16-9. Energy сделали все уверенно. И вот сейчас коллектив Фурия, играя за слабую сторону на карте Декэш, взяли 7 раундов. И будут пытаться за сильную сторону, за террористов отыграть более, так скажем, посильнее, может быть. Интересно, между прочим. Мне вот прям реально интересно, потому что ни на защите не показывали каких-то морально слабых сторон, каких-то командных провалов. Не, ни в коем случае. Все прям аккуратно. Аккуратно играли. Если что-то не получалось, вот счет 2-5 мы видим, да, то есть начало тотального разгрома не возвращаются на тройку. Юрий совершенно спокойно здесь скрывает лицо одному второму. Здесь в бедетном клатче справляется не Цвета Лен, а, собственно, Винни как раз. Это забавный момент. Это, то есть, максимально вот исключительно быстрый, да, момент, механический. То есть, там глазами даже вообще не видно, что произошло, но при этом Винни все равно выиграл. Умничка. Хороший, действительно, раунд на Апленте с точки зрения позиционки от команды Куре. Короче, прям импонирует команда в этом плане. То есть, это вот тот момент, когда вот инсвет летели невероятные ребята, если раскрывать свой потанцевал, который не раскрывают, потому что не потанцевал, потанцевал. И могут играть суперстильно. Прям суперстильно, вообще без шансов там отлетали Энви в каких-то раундах. Ну, вот есть Фурия, они пониже. У них нет кинжи вот этих там, но все максимально ровно, стабильно. И, если честно, это нравится гораздо больше, чем вот эти вот коньки, ролики, коники от команды инса вообще непонятные совершенно. Да, но опять же, та самая Фурия более стабильно смотрится на своем пике. Все-таки Инферно был не то, чтобы проигран в салат, но как-то проседали в начале, а тут уже на первой половине ребята готовы показывать, что мы хотим побеждать, мы хотим сравнивать счет по картам 1-1 и уходить на третью карту. Но вот этого не хочет Энержи, это главная проблема. Да. Энержи будут бороться. Фурии можно пожелать на самом деле, в принципе, только удачи. Если не будут, скажем так, слакать, что ли, то вообще по факту что-то третья карта нас действительно может ждать. Но дело в том, что все-таки Энержи. Они, видимо, действительно очень сильно хотели бы закрыть 2-0, но им правда не совсем удобно против Урина ДКШ играть. Впрочем, пистолетка вторая решит некоторые штуки. Там у нас параллельно идет Айлига, между прочим. Там счет 0-7. Фейс проигрывает Клауд Найн. Но это так, для справочки, если интересно, в котором внезапно. Внезапно, да. Можете посмотреть все это дело, комментируют громжики и Зекрэги. Так что, имейте в виду. 15 раундов позади, 16 на ваших экранах. Дабс ползет и стреляет, стреляет и ползет. И пока пропускают на Аплент, ребят, с коллектива Фурия. И уже все пойдут вместе выбивать, но без Дабса, потому что здесь залетают отличные две ХАЕшки в направлении кара и вырубают уже одного игрока. ХАЕшки на пистолетном очень важны, на самом деле, очень важные штуки от команды Фьюрия. Это, во-первых, во-вторых, стандартный по защите раунд от команды НРГ, то есть А3-тейк и, соответственно, Б плюс миддл. Но вот это вот А3-тейк, а получится ли у вас стрелять против Юры, потому что Юра что-то жесткий, получает что-то жесткий, Сирата, что-то жесткий. 4 из 5 ребят из команды Фьюрия и спортсчета жесткий. 8-8. О, вот тебе и 8-8, и победитель на карте. НРГ 1,5 уже. То есть кайфчик прыгает постоянно. Вот это 2,48 от Фьюрии. Да. Это вкуснятина, на самом деле, от нашего партнера при матче. Пожалуй, на мой личный взгляд, форс или не форс? Нет, не форс, от команды НРГ. Это флэка. Это выход на 9-й от коллектива Фьюрия и спортсчета. И тут нам будет сейчас показывать опять же заготовочки в атаке. Вот, к сожалению, тут зарандомил. Ой-ой-ой, там и Серк еще убил. Ребята, нельзя такое отдавать. Ну, вы что, побойтесь Бога? Нельзя, нельзя такое отдавать. Ситуация была вообще невероятной кайты, и просто Юспы сейчас зарешали. Так, стоп, 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 это еще может закончиться совсем плохо, на самом деле. Да, там-то и дело. Только надо двигаться чуть-чуть быстрее, возможно, команде НРГ и спортс, потому что, если займут позиции Фьюрия, будет очень сложно именно выбивать. Но надо подождать, пока пройдет смок. Только флэшки остались. Только флэшки у команды Фьюри и спортс, что пистолетчикам, в принципе, наполовину наплевать, наполовину нет. Ну, в том плане, то, что как бы, бокс с ним отлетает и отлетает. Они, в любом случае, попробовали. Покли, 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 убивают Юро. Близи, господи, Юмили последний. Это флэка. Время есть или нет? Да, конечно, есть. Господи. Пять, 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 пять. Юспов, пять. Господи, боже, как вы это делаете? Пожалуйста. Нет, подожди. Ну, там как бы взяли МП-5, забыли, что с него на таком расстоянии, наверное, нельзя все-таки так зажимать. Он там по пульке замечательно стреляет. Можно по две пулечки, по две, по три пулечки можно убить в голову там на любом расстоянии. Начинают стреляться, отлетают просто за белым, там не забирают, соответственно, первого игрока. Потом Сэрк находит еще одного. Это уже ситуация три в пять. И все, здравствуйте, приехали, привет. Нельзя. Вот после такого главное не поплыть. Вот после такого главное не поплыть и все-таки продолжать сражаться. Подойдем, давайте будут играть в Юрии Спортс. Исключительно неожиданный раунд для них, исключительно бесконечно неожиданный раунд для меня. Я прекрасно понимаю, что флэка, да, бывает, окей, ладно, хорошо, без проблем. Но, во-первых, редко. Во-вторых, вот прямо здесь и прямо сейчас, с учетом того, насколько вот на хорошей своей волне, что ли, раскрывшей паруса, черт возьми, в Юрии Спортс, влетает на этот ДК, все прекрасно, как будто даже третья карта и пять юспов. Да, это пять юспов. Ну, это, наверное, еще одна, так скажем, еще один момент для того, чтобы его, единственный коллажер, теряют, еще один момент для того, чтобы не забывать, кто такие Энерджи и Спортс. Против кого вы, ребята, играете, помните, и максимальная концентрация каждый раунд. Неважно, экономический, форс, фуллбай, максимальная концентрация каждый раунд. Вот, пожалуйста, пять юспов слили. И сейчас очень и очень обидно будет все вот это вот дело наращивать, возвращать. Бывает, ну, в смысле, я просто, я дичайший был удивлен, видимо, заметно. Чат пишет уже, господи, Слипчик, зачем ты так орешь? Ну, боже мой, ну, пять юспов, каждый день такую штуку вижу, какие вообще проблемы? Правильно, правильно, нет, неправильно. На самом деле, на самом деле, нет, не каждый. В итоге, три пистолета плюс коллаж остается у команды в Курии Спортс, они пытаются справиться с Итаном, по крайней мере, два из них пытаются справиться с Итаном, с Итаном справиться явно не так просто. Это Ксираты, между прочим, с тем самым Калашом. Energy Sports никуда не спешат, закрывают дугой по всей карте, начиная с КТ, вообще, просто всех оппонентов, и включая вот этого товарища, это Ксирата, и включая Эблжея на Б-планте, соответственно, с бомбой. 10-8. Уже 18 раундов позади, и Energy Sports после вот этого вот замечательного раунда с 5-ю испами сейчас находится на плюс морали, сейчас уверен очень в себе, да не до этого, в принципе, были уверены в себе, так теперь тем более. Ну и сейчас нужно просто-напросто в Фурии собраться и показать, вот нужен ли был тот АК, если честно, спорно. На предыдущем раунде, может быть, не, под один дуайс играют, просто гранат под него не было, например, но, в общем, играют, правда, иногда получается. Иногда. Не в этот раз, и тут у нас у Арта остается только лишь ЦЗ. У остальных есть вторая броня, есть два Галила, одна из Гэшка и Калаш. Ну и под Аплэнд, там пока прогоняют, гоняют ребят, пока не выходят. Фагли тут за красным принимает все это дело, откидывает замечательную гранату, которая коцает Юрия. Сейчас можно подсадочку сделать, в принципе, и не ждут этого, наверное, ребята, только если не бризи. Юрий, хорошо, но вот тут вот прочекать Юра, неплохо. Три в три. Бомба, правда, далековато, они ее не поставят сейчас, и даже близко. Ребята из Energy Esports подождут, когда будет ставиться бомба? Бомбы нет, до сих пор бомбы нет, все же обрывается. Очень сильно получили Итен и Сарк. Все еще без бомбы, ребята, из команды Фьюрия. Энаджи не слышит бомбу. А где там пятерка? Винни на Б. В спину заходит, понял? В спину заходит. Есть. Получается, убить оппонента, Итен пропускает его по таймингам, Итен видит оппонента, понимает. Теперь это надо закрыть просто здесь и все. Ну, по факту, да, наверное, доохотится. Однако, Фьюрия Спорт показывает морально-волевые качества, во-первых, раз. А, во-вторых, вообще-то обалденно. На самом деле, играет в этом плане. Я, наверное, от них не ожидал. То есть, они буквально вот только что, да, проиграли 5-ю спам. Но нет, сразу после этого ребята собираются и вытаскивают раунд номер 19, он же четвертый, на второй половине. Как говорится, а почему бы и нет, если так можно? Так можно и так они делают. Вот тот самый Бус, на самом деле, там во многом, конечно же, зарешало то, что за красным, я не помню уже, кто из игроков защиты был, но неважно, в общем, за красным он смотрел, 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 потом просто спрыгнул оттуда и в этот момент ребята из атаки пробежали через Мокмейн, подсадились и Юра начал творить полную грязь. Убил одного, убил второго, ну и там уже как по накатанной пошло-поехало. Окей, девятый раунд забирает Фурия, десять пока у коллектива Энерджи, и пока еще абсолютно ничего не ясно, кто же здесь будет победителем. И правда, казалось бы, опять же, вот она волна для Энерджи, после пяти испов, но нет, очень сильно импонирует игра или даже собранность команды Фьюрии, есть на английском языке честное слово компоужер, это вот оно. У команды Фьюрии вот этого оно есть, у команды Инс этого нет. Да и не было, в общем-то и никогда, если честно. Поэтому мы видим сейчас Фьюрии Спортс, а не видим, например, какой-нибудь команды Инс. А может быть, увидим Фьюрии Спортс дальше, даже на какой-нибудь третий карте, но не стоит забегать вперед. Пока что 20 раунд, на карте докажешь, дорогие друзья. И пока есть деньги у одних и у других, но вот Энерджи соответственно ол-ин, поскольку были деньги на один закуп, правда у Фагли не все так хорошо, но принимает он с ЦЗ все это дело. Есть Молли, который ушел никуда, и тут Эйбл Джей и Юрий делают по минусу, и там только не разменялся Фагли, к сожалению, белый. Юра, как ты начал раздавать, просто не остановить перед его мужчину. Кстрата также делает минус. Солянова. Да, Кстрата также делает минус по Бризе, но это скорее всего выход на одиннадцатый раунд для Фуреи Спорта, поскольку там нет денег, но опять же вспоминая тот раунд с пяти спами, тут еще стоит подумать, выход ли на одиннадцатый. два подряд, нет, нет, Депс погибает, но не, но это слишком. Это я, меня вообще уволят, я так буду орать. Не, не надо, пожалуйста, давайте не будите. 21-12, Юрий. в последнее время очень делает прям вот много работы и молодец, неплохо. Понимает, что перед ним игроки, которых тоже можно перестреливать, которых можно убивать, их ни в коем случае не стоит бояться, особенно на своем пике вы видите, что вы уже с ними сравнялись и вы сейчас находитесь на сильной стороне. Преимущество у вас в руках, вы можете сравняться по картам. И выйти на третью. Интересная серия здесь у нас, это в принципе первая достаточно интересная была, но там, конечно, эмоциональные горки те еще. Так, Итан в тимспике не хочет забивать радиоэфир, поэтому говорит да и говорит нет. На какие-то из вопросов интересно было, наверное, на какие. То есть ребята общаются, что они будут делать в следующем раунде, насколько я понимаю. То есть мы видим, да, они заняли мидл, кого-то поймать, какой-то экономический урон сделать. Брис, например, добьет, наверное, сейчас оппонента, только аккуратно. Да, спокойно. Вот забрать калаш, да, а выжить, сложный вопрос, 180 MLG. Это было хорошо. Интересно, о чем общались. Вот сидели на цементе и общались. Соответственно, да, на это, нет, вот это я не буду делать. И вот это мы не будем делать. Да, вот это мы будем делать. Победитель на карте. 1.6 уже на фуре. Тут уже все интересно. Тут уже, ребята, шутки в сторону, как говорится, поскольку тут уже Energy с таким сладким кэфом, про который ты говорил, кстати говоря. да, 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 тут, если фуре, конечно, победит, и кто-то коэффициент поймал, то можно, конечно, поздравлять. Но в том плане, что не сдаются черные кисочки, и это невероятно импонирует, на самом деле. Не то, что таких команд мало или много, но мы видим очень много тир 2, тир 3, тир 4 команд, которые нижные, как стекло. То есть, если все идет по плану, то стекло прозрачное, прозрачное, красивое, замечательное, а если оно начинает резкаться, то как закаленное стекло. Вот знаете, на гранулы нашим прям на миллиард осколков без шансов вообще. Фурия не такие, это дико радует. Да, фурия готовы сражаться, готовы биться, но опять же, тут Energy со счетов списывать не надо. Тут все ребята, которые неоднократно доказывали, что из самых, так скажем, плохих ситуаций можно найти выход, тут, например, все будет поджимать Винни, убивать его просто-напросто, да. Это минус от этого парня, 5-4 с нового большинства для коллектива Energy. Ой-ой-ой, Сэрк, ну не так нагло. Этого не ожидали, ребята, точно уж. Ну как бы тут вас парень убивает. Жаско просто. Он вас убивает, мог еще одного забирать, тут 2-4 уже ситуация. Дапс еще тоже в смока находит и уже 4-1. Пара-пара-пам. Фьюч, что? Типа один, получается, один Сэрк просто, понимаешь? Что за вот эти вот тотальные наводки в смоки? Не, понятно по позиции, типа без вариантов на лане ребята играют, у меня никаких сомнений. Вот оно, чуйка как бы профессиональных киберспортиментов. То есть в этих таймингах, конкретно на этой позиции, на ящике или при выходе с угла Арт погибает, соответственно, от двоих оппонентов на JS Cross от Б-Планта. Опять же, еще много от настроек зависит, не забывая, от цветопередачи монитора, мы с тобой можем видеть немножечко иную картинку, там он может видеть немножечко другую картинку. Шутки про NVIDIA, конечно, тут неуместны, просто, ну вот, типа бывает такое. Ну, на самом деле, на ланах такие, я бы сказал, фиговины исполнять довольно невероятно тяжело, в том плане, что там контроль везде. Это мажор от ESL, от Intel Extreme Masters, то есть, ну не, ну не, все по стандарту, свои конфиги загружайте, пожалуйста, сколько угодно, а вот все остальное на стандартную картинку смотрите. Спасибо, продолжаем. То есть, такой момент, поэтому это чисто чуйка, но вот две чуйки вместе здесь сошлись, и смоки не смоки, Energy было вообще наплевать. 11-11. 11-11. Вроде бы, фурия вырвалась вперед, и Energy сразу же не отпускает. Далеко от себя сравнивают, 22 раунда позади. Как мы и думали, будет потно, будет очень близко, так и получается. И тут уже будут решать, конечно, такие моменты, знаешь, как волнение, например, со стороны фурия может быть, да, поскольку они проигрывают одну карту, им ошибаться нельзя, поэтому, соответственно, здесь могут волноваться. Вот при таких щитах это выход под B. На B никого нет, и на ретейк только идти в пятером, но тут Итан, ах, сейчас может поймать очень неплохо на самом деле игроков, поскольку может выходить на Vent Room и его не чекали. Ретейк B плента, какие гранаты есть у команды фьюрия? А, не особо какие. Нет, тогда это реально все в порядке, можно ретейкать. Конечно, да. Не, просто если гранаты были, тогда нет не особо, Ксерата здесь с Ангара еще работает в Абризе, в меньшинстве команда Energy Sports, и если бы вы знали, да, что нету гранаты у команды атаки, если бы вы знали, дорогие друзья, из команды Energy, вы не знаете, поэтому с учетом как бы живой силы на пересчет, до свидос, не до свидос, вот уж Нео, так господи, боже мой, избранный, но выворачивается все-таки от пуль своего оппонента. Да, не было гранат. То есть, это тот момент, ну я прям, я не знаю, серьезно, если бы знали, но не знали. 12-11 в туре и спорт выходит вперед на карте ДКш. Снова, снова выходит вперед, но долго ли? И вот главный вопрос, опять же, поскольку Energy не хочет далеко их отпускать, и вот отдали B-Plant, окей, ну вы же должны понимать, что вы пойдете на ретейк, наверное, даже если у вас будет четверо, но все-таки отдавать B-Plant, когда ваша экономическая составляющая не совсем хороша, не знаю, верно это было решение или нет, там опять тот же самый Итан до конца сидел, был бы в тот момент немножечко посмелее, наверное бы собрал урожай на самом деле, потому что там у него четыре игрока в один момент просто находились к нему спиной и парочку-то точно мог забирать, вот фагли сейчас, например, подпирают на друга, но уходят. Серк протидает, Юру тоже наказывают немножечко. Да, три четверти хп теряет данный игрок. СГшка, четыре калаша у команды Fury Sports, соответственно, по девайсам, по массе, Каук и Триенке. На NG Sports четыре дефюжа кита, в этом плане все есть. На НПК там игрок немножко подгорел, видимо, должен был уходить, Бризев все-таки Юру забирает, здесь довольно сложновато, Серк вместе с ребятами пытается понять, где вообще находятся оппоненты, где бомбы и все происходит. Бриз все-таки взрывает арта, есть понимание, то, что, видимо, это перетяжка под Б, раз Арт не успевает дойти до вентиляции к Тире Вентрума теряет нам с пола чуть позже. Соответственно, ребята понимают, что вот-вот уже надо готовиться к выходу под Б и они готовы, потому что на железе Б есть Церк и на дефолте есть, соответственно, еще один игрок команды NG. Ну, а тут просто Винни не контрится, зашивает все это дело. Дабс, нужна помощь. Этому парню нужна помощь. Флешка, да, хорошая. Дабс, нужна кого-нибудь убить, да, забирает все-таки. Там еще на помощь приходит Бризи, который сегодня тоже неплох. 21 на 17 статистика у этого игрока. И квадрокилл в данном раунде. Да, и понимаешь, вот, снова не отпускают далеко. Да, Фурия берут раунд, да, вырываются, но и тут, как тут Энерджи говорят, на-яй-яй, не стоит так далеко от нас уходить. И вот мы постоянно будем наступать вам на пятки. Да, у коллектива Фурия еще имеется закуп. Да, есть деньги. Да, там будет сейчас у нас, наверное, может быть, АВП? Кстати говоря, было в атаке у нас АВП от Фурии? В прошлом раунде, по-моему, нет СГАшка и 4 калаша. По-моему, вообще там нет. Если я правильно помню. То есть, может быть, сейчас АВП не будет, будет тоже СГАшка для Вини, допустим. Ну, вот Фурии снова нужно брать раунд, понимаешь, да, что они закупаются сейчас под ноль, ну, почти там. Почти под ноль, да. СГАшка для Вини, три калаша, Мактенлик, Сиратум. Такой бай в команде Фурии и в спорт. Спорт и ФВП от Сирка будут работать. АУГа, трофейного калаша, двух АМок, все дефюзки, все прекрасно у команды защиты. Маляки есть у команды атаки, но на кэше это действительно достаточно важно. Но вот этот поджим интересный от номера 8 у команды NRG. В том плане, то, что его закрывает Сирк и здесь, соответственно, за ящиком работает Депс. Выходит что-то так, и вот они вместе в тандеме. Это на самом деле опасная связка. Депса в качестве саппортящего райфлера вообще-то в последнее время невероятно хорош. Сирк в качестве снайпера просто хорош. Тут Депса могут не прочитать, потому что он в основном принимал сплунта всегда. А вот теперь он сидит за ящиком. Там Итан еще пришел, рассказал в ангаре человеку, что жить и как делать, то бишь никак. Вот сейчас, вот сейчас момент. Винни должен чекать все это дело, но тут Сирк, а он не чекает и Депс не убивает. Ой-ой-ой. Ну, Винни не особо, наверное, далеко уйдет, но теперь очень неприятно Сирку. Прямо дичайше неприятно. Депса-таки закрывает Винни. А почему бы не... Это и была его зона ответственной ССР. Забирает еще к Сирату. Тринадцатый раунд за командой НЖИ Спорт и три тысячи денег. Тысяча девятьсот. Ну, по-разному. У каждого две сто пятьдесят, по-моему, у кого-то. Сто довольно-таки грустно. Ну, я тебе могу сказать очень грустно для Фурии. Как я и говорил, им позарезно нужно брать этот раунд, потому что потом скорее всего это выход на четырнадцатый для коллектива Энерджи. И вот сейчас да, это выход на четырнадцатый и права ошибаться у Фурии ну, попросту нет. Надеюсь, пистолетами одной флешкой все-таки будет довольно сложно даже проломить какой-то из плантов. Итан, вот сейчас в ХЕшечка. Нет, все-таки не бросит он ее. Но могут задавить с этой Итана. Да, так и происходит. И, кстати, нет. Там Бризи. Бризи не прощает. Бризи зажимает. Это минус три от него на равном месте. И Ксерата остается здесь. Берет Дезерт Игл своего тиммейта. Последний из Магикан. Да, именно так. И остался. Промахивается Феталин Частаншного. Ему помогает Ксподин на вайтбоксе. В принципе, Ксерата тут не должен жить осталось. Бризи забирает оппонента. Квадрокилл для данного игрока. Посмотрите, что его тени Куэнерджи. Там у них вообще все хорошо. Мульярд. Тени Куэнерджи. 25 на 17. Бриз играет. Вот он. Ближайший к нам. Товарищ. Ну и Чет. Это его имя. I'm a pet. Чет I'm a pet. Просто чешет пузико. Ему все хорошо. Книжку доставать не надо. Ну, то есть нормально. Видишь, что его команда справляет. Все прекрасно. Совершенно. Просто ходит. Кстати, его имя сзади написано именно Чет. А я просто его имя и не всегда вспомню. Помню по никнейму точно. И я что-то смотрю Чет и думаю вот я опозорился нуб и уволен. И пошел смотреть куда делся I'm a pet. А это I'm a pet потому что у него имя и фамилия Чет Син. Я думаю а, ну окей, ладно, нормально. Восстанавливаем. Ну как бы не, все равно уволен. Не, нормально. Типа не повышен уволен. Это понятно все. Но вот почему-то каким-то образом имя написано а не не как это в общем-то обычно бывает. Ну ладно. Тайм-аут берут в фурии Спортс, как я понимаю последний. Да. И перед началом раунда пока еще не началось вот это вот все дело поскольку по Москве сейчас 23-14 и еще 25-е все-таки всех студентов хотим поздравить с праздником. Сегодня день студента. Ребята всем удачных сессий экзаменов и чтобы все у вас получалось в этом году. Только зачетку особо не кидайте наверное а то снега прям реально много из окна смысля а то сложно поймать себе лучше просто поучить материал я имею ввиду. Удачи. Удачи. Пацаны и девчата. 27-й раунд на карте Декэш между командами Фьюри и Спортс и Энерджи и Спортс соответственно. Матч невероятно важный что для одного коллектива что для второго. да тут даже важно не то чтобы матч в целом тут эта карта важна для Фурии поскольку они уже проигрывают напомню вам если только что к нам присоединились 1-0 и Энерджи в этом раунде Бризи ну ты мог вообще ничего там не доставать не было же у тебя инфы кто там где находится в любом случае тиммейты страхуют денег нет на следующий раунд у Фурии к сожалению клещи на хелпе к Б пленту около КТ что-то вообще без шансов что-то вообще без вариантов уже в данном случае Винни ставит плюшку Винни выходит на тропу войны Эйбл Джей не выходит например на тропу войны потому что Эйбл Джей не смотрел своего оппонента Итан закрывает Винни 3800 3350 3300 2900 и 3000 команды Фьюрия что для террористов означает улыновый бай с местами даже калаш себе не все я 3800 говорил или не говорил Говорил Значит один может позволить И тут я вспоминаю когда коэффициент на Энерджи был 248 на победу Ну плюс-минус был таков А вот и он очень близок Да 27 раундов посмотрели 28-й в котором просто нет денег у Фурии они вынуждены закупаться на все то что имелось у них в карманах и соответственно мы с вами видим Юмп видим Галил СГ СЗ и Дигл Да такое может заехать да они могут выиграть но уходят Саплант А И команда Energy Sports начинает свое путешествие на мидл и поджим мидла соответственно буста и хайвэй если будет А А для контртрейстов будет от ретейка смотрят И Б соответственно совершенно стандартная это похоже очень на пистолетный раунд который мы видели такие вот такие постановы у нас здесь дорогие друзья Фагли начинает здесь топить на Аплант уходит команда атаки внезапные вещи для команды Energy Sports что как где почему вы уходите заготовочка но Бризи справляется с Эбл Джейм это все еще 4 в 3 в меньшинстве команда атаки на дефолт остается бомба какой-то кричитый гранат есть у команды Energy Истер ты промахнул в смысле ты проиграл дуэль с Винни это интересная история но тут есть Бризи который сегодня ничего не проигрывает это ситуация 3 в 1 Юрий остается в одиночестве но и скорее всего такое уже Energy не отпустит прострел прилетает Юра дорогой держись это 16-12 и мы поздравляем коллектив Energy и спорт с тем что они уже находятся в следующей стадии этого майнера они квалифицировались как говорится квалифицированные профессионалы и специалисты а вот коллективу Фурия еще предстоит игры в финале лузеров да вот почему это у тренера просто написано чат никто не хотел видимо в коллективе Energy делать футболку I'm a pet типа я питомец в зависимости от того какой ему больше нравится например я пес вот например не делайте клип с этим нет мы с вами прощаемся на самом деле с Липсом Вайл Пчелкин комментировали мы для вас сегодня все эти матчи еще Кристал Мэй был передаем слово аналитики пусть разбираются но я считаю время все расставило по местам друзья команда Energy собралась у команды Energy был очень плодотворный и трудоемкий год и сейчас они едут на мажор абсолютно заслуженный результат для них будем надеяться что они покажут нам достойное выступление в Катавице уже очень скоро в феврале а сейчас мы можем их похвалить но и отдать должное команде Фурия боролись как как черные пантеры боролись да боролись а хватило сил а ведь не хватило хотя кэш на самом деле смотрелся очень многообещающе и счет 10-10 по-моему даже 11-10 пользу Фурию и не удалось вот как раз таки взяться за раунд важный для себя но по факту они экономически отдавали в том числе тот же самый Б-Плэнд и опять Energy с порцией спами выигрывают Девайсы что простите а ведь все начиналось довольно таки приятно выигранная пистолетка Energy 2-1 и вот это все дело можно было даже сказать что для Фурии Спортс провально но удалось включиться в первой половине и как правило камбэк Energy все равно не дают сделать до конца да это опять же мы с тобой хотели чтобы было 1-1 это было очень близко но по факту это просто игра на классе которая должна была быть и она в принципе случилась отметим Юрия который во все неудобные моменты для оппонента был в той самой позиции когда вот нужно было действовать и фраги с эмки с снайперской ментовки и почти классный клатч церкви да от церкви тут уже почти было все сделано но Винни и опять же Юри Юрия Винни это просто какая-то гроза на ДКш реально не прощают парня отдаем должное бразильскому коллективу ребята действительно очень здорово выступили вчера они нам привнесли некоторый ну наверное диссонанс в наше сознание после того как обыграли фаворитов номинальных фаворитов той серии здесь они так же выступили достойно не смотрите друзья на счет 2-0 на самом деле команда Пурия просто кто кто это такие мы о них не знали с вами по большому счету темная лошадь как браво адовая команда которых мы что-то где-то слышали какие-то ребята а потом они бам и одни приезжают в финал одного турнира довольно крупного а вторые сажаются на слот на мажоре вот что самое-то главное и на самом деле для Пурии победа над Энви мне кажется не такой уж и тяжелой но я думаю что об этом мы уже будем разговаривать не сегодня а поздравить Энерджи Спортс и просто бесценные эмоции церкви ведь этот парень практически с первого раза попадает в хорошую команду в американском регионе да не удалось с первого раза отобраться на мейджор но как минимум в девятнадцатом году мы сможем обзавестись его стикером да и на самом деле в его конкретном случае все абсолютно заслуженно я думаю что через год не исключено что мы его с вами увидим в топ-20 лучших игроков по итогам сезона maybe да ну то есть на самом деле он и претендовал по моим личным ощущениям он и претендовал и в этом году но не хватало стабильности первое место у него было возможно где-то там как раз да ну то есть ему не хватало стабильности сейчас его коллектив вышел на мажор и американцам вот в оставшееся время перед февральским началом всех этих матчей в рамках турнира надо очень сильно сесть а мы вот говорим все про церковь и говорим на самом деле Бригзи тоже красавчик тридцатка чуть ли не на каждой карте спасает тоже положение да и там недалеко ушел Депс флагли конечно не так сверкали иной раз и мне очень не всегда нравится как играет товарищ Депс но он координатор поэтому другие занятия у него есть нежели за собой следить здорово что ты Бриза упомянул кстати да действительно он на протяжении всех прошедших матчей ну как бы оставался в тени при всем том что был фраг лидером коллектива ну в преобладающем большинстве да Игорь даже Анатолий говорил мы спрашивали я лично спрашивал о матче кто будет NRG или Фурия кто вообще сможет ли Фурия хотя бы одну карту отжать и слова Анатолия были такие если Бризи включится то команде Фурия капец так и произошло Бризи тридцатка на второй карте не на своем пике не на своей лучшей карте и вообще мы в этом матче даже на кэше мы не видели ни Арта снайпера коллектива Фурия также не Ксерато который тоже должен быть вроде как номером один и на Инферно себя даже неплохо показывал но вот в этом матче его явно не хватало его просто врубали контрили по всем фронтам и кстати вот сеточка на завтрашний день так а что получается у нас завтра значит Фурия это понятно что с американского майнера что с азиатского в азиатского майнера нас с вами друзья завтра ожидает противостояние команд Грейхаунд и Вичи Гейминг также в рамках нижней сетки по итогам двух БО3 которые мы с вами которые соответственно займут второе место а Ренегейтс и команда Энерджи уже на мажоре так точно а команды будут выявлены которые займут второе место это будут победители завтрашних пар соответственно а проигравшие команды войдут в плей-ин где их уже дожидаются Винстрайки и Норс и компания на самом деле там может собраться достаточно интересно да но опять же таки до этого нужно еще дойти и решить кто же отберется в плей-ин квалификацию в любом случае я думаю что вам понравился сегодняшний игровой день и приходите к нам завтра завтра будет не менее красочные Best of 3 серии правда всего 2 да это правда тем не менее друзья у нас сейчас на втором канале на канале CSRUHUB2 продолжается трансляция Elite Invitational там для вас работают Крэгги и Громшки поэтому обязательно переходите на параллельный канал и интересуйтесь смотрите там классные команды играют для вас этот день в частности работали Олег Мингат-Клименко Андрей Нишарет-Керецман и студия RUHUB меня зовут Дмитрий Нотен Майхаус Крупнов прощаемся с вами до завтра пока-пока пока